Сегодня, видимо, не с той ноги я встал, да, именно в мидгейме они показывают очень хорошие показатели, перед фарм над оппонентом на 7-8 тысяч, а вот в лейтгейме как-то и сыгранность хромает, колы не совсем, может быть, качественные между коллективом происходят, и там у них проблемы, поэтому я думаю, сейчас будут упор делать туда, чтобы самый вот этот неудобный момент для себя пофиксить, а у нас драфты этой первой карты уже стартуют, Кая и Джой слева, справа у нас сразу же Нолан отваливается в бан. Да, ну, игроки говорили о том, что они хотели бы взять себе убийцу, однако на этом чемпионате убийцы практически не используются, это в первую очередь Нолан у нас, как убийца, который то в полутанка собирается, ну и в принципе все, вот хеллкарты используются с весьма переменным успехом, да, вчера он выиграл, сегодня нет, и поэтому, кого из убийства еще взять? Ланселот иногда. Джой, только Ланселот, да, но Джой, по-моему, не убийца у нас, да, у нас боец она больше. Она, по-моему, я не помню, как она классифируется в игре, но она боец, разве, Джойка? Но она убивает, в любом случае она убивает, как бы, как бы не называли, она там, мне все равно, как вы меня называете, я пойду и буду убивать, но не всегда. Сейчас из принципа проверю, потому что это может быть даже в теории убийца-боец или убийца-маг. Ну, это может быть, но все-таки, я думаю, что игроки имеют в виду конкретно, значит, классических ассасинов, каких-нибудь Ланселот, Хагибуса, Линк, Пани, вот что-то такое, я думаю, они конкретно это подразумевают. Да вот Фарамис вернулся в баны, я смотрел вот этот Blacklist International против Fireflags матч, и я думал, где Фарамис, где он, почему его ни в банах, ни в пиках нет, на четырех картах подряд, я вообще не понимаю, как это так могло произойти, но вот команды просто его скипали. И здесь Бурмиз Гулз сразу же о нем вспоминают, также банят Сагвеневру, но Бакси остался в пуле, Бруно остался в пуле. Да, Джой это убийца, в пуле убийца у нас, да, хотя по факту, в принципе, роль бойца тоже очень хорошо выполняет. Но боец у нас больше такой толстый персонаж с большим количеством контроля, Джой все-таки контролем минимально обладает. Опа, Ангела, Ангела у нас появляется сразу для Бурмизов, и как раз именно о сочетании Джой с Ангелой говорили в свое время, в свое время Деву, не так давно. Но Джой забанена, поэтому Ангела редкий пик для нашего чемпионата в последние дни, однако вначале ее пикали постоянно. В самом деле выбор интересный, потому что Ангела пока под кого берется, потому что у нас Ван Ван уже забанена, да, которая хорошо с ней сочетается, Джой опять же, про которую мы говорили. Можно выкатить условного Бакси в лесную часть и закрыть очень хорошо начало. Ну сейчас посмотрим, мне кажется, Бакси против Ангелы должен сейчас появляться, но это Бруно, Бруно. И, соответственно, а почему бы не набрать просто Ангела плюс Бакси и не поехать? Я про это же, да. Ну да, 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 ты прав, то есть вот Бакси какой-нибудь... Такое опасное сочетание, на самом деле, но я выбрал, наверное, Бакси они действительно возьмут, скорее всего, потому что без него вообще ни одна игра в последнее время не обходится. В большинстве случаев к нему присматривается, но здесь можно взять что-то, что будет не только хорошо ездить, но и хорошо убивать. А Кайк, кстати, когда у Блэк Лиз зашел, великолепно просто. Вообще, Кайк, в принципе, хороший герой, мне кажется, сейчас прям очень хороший персонаж. Руби и Тризла. Да, вот так вот, сурово все. Руби понравилось игрокам, но только Балоськи у нас ее в мид использовал, еще одна команда. Но не сказать, чтобы она прямо именно в мид хорошо заходила в последнее время. Да, были красивые моменты, она такая... Персонаж, который создает красоту. Но эффективность часто под вопросом. Классно было бы Бурмис Гулз подглядеть стратегию как раз-таки у Гекфа. Мы наблюдали, где Руби-Сыв хорошо сочеталась. Конкретно в данном пике это будет работать плохо, потому что у противника есть Валентина. И он давать клетку, это, наверное, будет дико опрометчиво. Банится он... Пикает, прошу обращения. У нас Мартис банится все-таки Бакси. И не выходит он на эту стадию. Мне кажется, можно было с Руби повременить в теории. Понятное дело, что Сьюсун знает, что Бурмис Гулз через нее играют. Но отдавать ей прямо полку в банах, я бы сказал, что маловероятно. А вот Бакси-то забрать себе было бы здорово на этих ранних этапах. Да, это так и есть. Но мне кажется, что все-таки Бурмизы должны взять себе более дамажного персонажа. Вот такой формат. Бакси, конечно, хорошо танкует, но дамагу можно было бы добавить. Эти ребята предпочитают персонажей, которые забирают соперников. Они просто сидят на них очень-очень долго. Так, ну банится Минотавр, кстати, от Бурмис Гулз. Да, я с вами тоже, ребят, солидарен. В том плане, что мне не особо понятен пик Руби на такой ранней стадии, но в итоге с Кипбакси. Ну, посмотрим, опять же, на то, что выберут Бурмис Гулз себе в лесную часть карты. Минус Минотавр. Что еще можно подбанить Сьюсуном из лесных героев? Акай, кстати, не? Акай, мне кажется, тоже может отлететь в бан. Клауд. Тигрильчика можно отключать, на самом деле, слева. Вариант тоже хороший. Мне уже, честно говоря, не нравится пик слева. То есть у вас, получается, Ангела будет играть через мид. То есть урона будет не так много. И Валентина еще вместе, в совокупности с Мартисом на старте, будет образовывать очень классную трипу с каким-то еще дополнительным роумером. У вас с этим пока похвастаться нельзя. У вас будет роумящая Руби, хилищая Ангела. Да, плотненько, но вы и сами зубы показать не сможете на начальных этапах почти никак. Да, урончик-то может даже и пройдет, но этого как будто недостаточно. И опять же, да, очень плотный сетап. И вот очень большая зависимость сейчас будет от того, что они пикнут в лес. Но уже не нравится, уже непонятно. Справа очень серьезно выглядит. Еще и Тигрил. Тигрил справа, да. У Бармизов за последние игры против Гигфам, 5 игр, было 5 разных джанглеров. Был Акай, Гвиневра, которая забанена, Джой забанена, Бакси забанен и Маркис забрали соперника. И пока что приоритет остается Акай, но Акай с Ангелой не очень хорошее сочетание. Скорее всего, все-таки выберут что-то другое эти ребята. Так, ну давайте посмотрим, что они как раз выберут. 25 секунд всего лишь остается. Понятно, что Бармизгулс очень хотят играть на своего лесника на Нико, который у них тоже такая вторая звезда, или даже может быть первая звезда команды. Да, я лично конкретно выделяю Лину, но многие считают, что Нико очень хорош в этом коллективе. И Ритель появилась, и Фредерин. Ну вот как-то вот Фредерин... Первый раз берут за турнир, кстати, Фредерина, ни разу не брали. Нет, только что брали. Нет, я говорю, что про Бармизов. Да, да, Бармизов, ни разного брали. Мне не нравится, очень сильно не нравится. Я не знаю, я, может быть, ошибаюсь, но мне прямо тут эта синергия не до конца понятна, как это все отыгрывается. Одна игра была против Лилгана, да? Справа, мне кажется, пик мечты для меня лично на фоне как раз того, что я вижу у оппонентов. Вот для меня вообще без вопросов CSUN на порядок выше своего оппонента в плане этого драфта. Я за них отдаю предпочтение. Ваше мнение, ребят? Слушай, я с тобой солидарен, наверное, даже, потому что там есть все. Там есть массовый контроль, там есть хорошая контр-инициация. Там есть сильный дэмэдж, физдэмэдж, там есть танковка. Слева как будто чего-то не хватает очень сильно. Как будто, ну вот, контроль вроде есть, подсейф вроде есть, да, но все как-то это... Каунтер индекс 2. Посмотрите, каунтер индекс 2, лайнап рейтинг 8,5. Это что? Я такого вообще ни разу не видел, такой разницы на этом чемпионате. Да, ты прав абсолютно, ты прав, ежик. И справа еще контр-пик у нас. Бокти-де-Кинг против Ангелы берется на этом чемпионате. Прекрасно винрейт имеет Тигрил против Ангелы. Прямо жестко закрывает, поэтому тут однозначно для меня пик справа интереснее. Не понимаю, почему мне банит Тигрил, кстати. Посмотрим на эти не самые стандартные реализации. Ну и кто окажется здесь сильнее, напоминаю, что противостояние в рамках Best of 5. Нижняя сеточка нашего турнира. Бурмис Гулз против Сирсу. Поехали, кто же станет чемпионом в данном противостоянии? С огромным удовольствием прокомментируем для вас это дело вместе с Петром Вандербелкой. Петром, ага. И, соответственно, у нас MP The King уже начинает бить себе красный бафчик. А Нико при этом, смотри, в боксе The King начинает уже, кстати, по нему немного работать. Он же его отвезет сейчас. Он может отвезти и резетнет, нет? Да, он резетает. Ой, это очень сильно. Он резетает, потому что... Да, потому что после того, как вы один раз отвели крипа, и он вернулся, он может восстановиться. А вот второй раз уже нет. Подходит Ра, помочь своему тиммейту, просто дикое количество времени теряет Нико на этом крипе. И MP The King забрал уже 2 бафа, в то время как игрок команды Бурмис ни одного не забрал. Как будто это... Очень, очень много. Это то преимущество, которое игру выигрывает, знаешь. Вот ощущение, что это прям... Это прям уже шах, если бы мы в шахматы играли, скажем так. MP The King здесь забирает еще одного крипчика. И Ра подтягивается сюда же, чтобы немного позонить Руби, потому что Руби очень сильно сейчас сможет просадить своих оппонентов. Бокси The King начинает идти на Нико. В топе 100 килл от Чонга по Теризле, Теризла погибает. Бокси The King здесь также страдает довольно сильно. Под красным бафом завязывается небольшая драка. Приходит сюда, кстати, еще и Ритель Бруно здесь, по крайней мере, пока что не будет. MP The King страдает, MP The King очень больно ему. Кинг, нет! The King может погибнуть. Есть у него четверочка. Может ультимативно успеть нажать? Нет, не успевает. Все-таки погибает и есть второй килл уже для Сиюсун. Но ответ на Сиюсун пытались вывести Блинк Экса, не получилось. Да, не получилось. Слушай, как же он погибает? Такая ситуация невероятно хорошая была для Мартиса. Да, он ультой бы не забирался, когда его продамажил бы. Может быть, кто-то еще бы его добил. Одного удара мне хватило, чтобы добрать ультой. Там было дэмэджа достаточно. Однако очень хорошая ситуация для Бурмизов. Они как бы камбэкнули часть того отставания, которое должно было появляться. Игроки Сиюсун выходят на черепаху. Но соло килл Чонга на топе. Это тоже очень важно. Он нажимает дракона. Эмпи-закенг продолжает бить черепаху. Черепаху он забирает через ретрибьюшн. Шэдоу пытается уйти на флике. Но за ним погоня. И Шэдоу погибает второй раз. Как же все плохо у Бурмиз Гулз. Реально их просто перепикали и переезжают. Просто ужасное принятие решения. Тризл без четверки идти в соло на черепаху. Это что-то, скорее всего, просто он немножко в дезморале. После того, как он погиб один на один. Потому что такие решения безответственно не очень хорошо принимаются. И так Сич полез вместе с Ангелой на Кусея. Кусея пытается прыгнуть с соперника. Отходит немножко в сторону. И отходит. Расходятся. Игроки не получается добить. Блинкс без четверки стянуть не смог. Валентина спасает здесь с какой-то точки зрения. Потому что своровала ультимейт у Ангелы. При этом сразу же дала его именно в Бруно. И мы видим разницу голды. Ну это просто шок. Да, это прекрасно. Это прекрасно со стороны Сиесу. Нужно им давить дальше. Мы видим, что уже полностью закрывает. Со всех сторон игрока команды Бурмизов. Нужно сыграть по Стичу. И Стича забирает Мпи Закинг. Но здесь еще хочется крови. Бруби тоже погибает. Бруби вообще кровожадная. Озвучка такая самая кровожадная, наверное. Но в этот раз испили ее кровушки соперники. Да, ну и мы видим, что... Внизу еще, еще, еще. Да, еще продолжает Фредерин. Прикатя, они сейчас всю золотую пластину снесли. При этом Таврос носит на четвертой минуте. Петр, что мы смотрим? Что происходит? Это М5 чемпионат мира по Mobile Legends. Проходящий в Маниле. Ежик, где ты что? Это я понял, да. Ну вот почему такой разрыв на четвертой минуте? 3000 на четвертой, ребят. 3000 на четвертой. Да, это, наверное, самый большой разрыв за это время, который мы видели за все время. И хотят еще его увеличивать. Но они берут небольшую передышку для того, чтобы Мартис забрал свой лес. И после этого под Черепахой наверняка попробуют забрать еще фрагу. Многократно говорили, что против Мартиса нужно играть максимально аккуратно. И здесь пока что Бармизов это не особо получается. Черепаху выводит красная команда. Да, приходит сюда. Нажимается ультимативная великолепная Тигрилла по двум героям и прыгает туда же Валентина. Вау. Можно забирать еще Блинкакс, а Блинкакс также падает даблкил для Эмпеда Кинга. Нику пытается догнать, но он Retribution ледяное возмездие использует. В итоге замедляет оппонентов. И тем самым Сиюсун разворачивается на очередной для себя объект. 6-1. 6-1. Выходит опять Тигрилл, выходит к сопернику и вытягивает крипа. Да, крип частично восстановил ХП, но седьмого уровня возмездия со стороны Мартиса должен ему помогать. А в возмездии-то нет у Мартиса. Была не смысла выходить. Шэдов прыгивает в троих, одновременно притягивает Рубис. Феликса ближе, однако хватит ли урона или нет. Ангела застанила соперника и Феликс не смог увернуться от последнего каста под замедлением. Хотя бы один фраг сейчас забрали Бурмеза, но 4 тысячи отставания. 4К перевеса, друзья. Они выходят на центральную коридор, ломают Т1 вышку на пятой минуте без каких-либо проблем. И продолжают наращивать преимущество, продолжают доминировать на первой карте этой Best of 5 серии. Я не знаю, что Бурмез Гулсом сейчас делать, да. Ну, ни в коем случае нельзя, конечно, сдаваться. Это понятно, потому что всякое может произойти. Но им нужно очень много времени, как минимум. Потому что Ивитель это герой, который сейчас не может как-то выйти и помочь своим тиммейтам. Здесь, кстати, у нас небольшая статистика по Терризли. Как мы видим, да, матчап каунта 9 раз. Винрейт на М5. Так, подожди. Вау. Подожди, винрейт М5. Да, на М5 89 выиграл Терризла и всего лишь одну Чонг. Жесть. Сильно. Да. Да, очень-очень-очень сильно. Но пока что тут у нас ровно все наоборот. Потому что именно Чонг переиграл своего соперника. Интересно, статистику показали нам. Бокси-закинка ищет варианты, что здесь можно сделать. А вот Чонг находит, похоже, игра по ритейле не вселяется Ангелом, но ненадолго. Умирает сейчас ритейль и Ангела оказывается в неудачной позиции. Да, зря потратил ультимейт, я думаю. Заходят игроки Силюционы на Т2 на топе и эта башня должна падать. Да, да, они спокойно ломают Т2 на топ линии. При этом Нико хочет поработать по синему бафу, но здесь уже приходит М5 the King. Выгоняют в итоге Фредерина. Фредерин ничем не сможет здесь помочь своим тиммейтам в том, чтобы забрать синий баф. Древняя Кираса появляется в М5 the King, нажимается маска, нападает в итоге в Нико. Под отцепу, шикарно, должны были закрывать. И стяжка от Тигрилы не самая удачная получилась. А вот от Руби хорошая, тут даже, кстати, три раза прыгать, но не хватает дэмэджа. Плюс нажимается ощущение Кусеем, он спокойно выбегает из этого файта. И только одного потеряли Сиюсу. Да, не хватает урона, конечно, но Тигрил хотел все-таки как бы отзонить соперников. А потом решил, ладно уж, если уж я отзониваю, давай-ка нажму ультимейт, все равно меня сейчас заберут. Серии на Тигриле не было, поэтому Бурмизы много от этого не получают. А вот потерянная Т2 на мидлейне может очень дорого обойтись команде из Мьянмы. Сори, Феликс. Сори, Феликс на месте. Да, ну спокойно очень. Спокойно, да, такая игра, казалось бы, да. Бурмизы поняли, что у них не все хорошо. И поняли, что нужно держаться вместе, иначе никак. Да, и дэмэдж. Посмотрите на дэмэдж, кстати. Чонг больше всех внес, ну и Март в втором месте. Так-то неплохо для Чонга на такой ранней стадии. Но опять же, он получил очень хороший стартовый буст. Да, вот этот вот килл на Теризли, конечно, безумно сильно его раскачал. Ну да, пошли, пошли игроки Сьюсун хотят найти килл. Бокс и Закинг вылезает очень далеко, Шедо ультует, по двоим попадает. О, гусей забрали, какая грубая ошибка с его стороны. Бокс и Закинг тоже падает. Ох, Бурмизы. Бурмизы хотят камбэкать, это все. Два фрага просто с ничего абсолютно. Что делает Сьюсун? Абсолютно не очевидно. Ужасно. Вот, заход на под Т2, преимущество в 7000 сейчас было. Это что-то непонятное от Сьюсун произошло прямо на ваших глазах, друзья. Не знаю, зачем так дайвить. Да, это называется словом, по-моему, оверкоммит. Когда ты пытаешься сделать какой-то килл очень далеко, вне позиции, без каких-либо кнопок, да. Ну, точнее, кнопки-то, может быть, у них и были, но очевидно, что было сложно драться под Т2 даже с таким перевесом. Ну, и немножечко камбэкнули Бурмиз Гулз. Мы видим, кстати, что у Иритель так-то все не так плачевно. У нее Коктихааса, у нее Ярость Берсерка, у нее собирается Злобный Рык, либо Клиначанин, ну, скорее всего, Злобный Рык все-таки. Вот, то есть, в принципе, у нее все нормально. Да, у нее более-менее все, но от нее игры очень много будет зависеть, потому что именно в нее может влетать Тигрилл, за ней однозначно будет гоняться Чонг, но и Мартис будет присматриваться к ней как самой главной потенциальной жертве. Стартует Сиисун Лорда, выводит его ближе для того, чтобы получить больше вижена, для того, чтобы заставить игроков соперника выходить в темное, на освещенное пространство, и в связи с этим файт у нас может быть интересно. Полетел Чонг? Да, полетел Чонг, Шэдо пытается у тебя отсюда, но все-таки забирают ребята Лордом, Пизакин, опасный нюансик, был у Нико, попытка хорошая, засчитана, но все-таки он погибает, и ура, теперь есть еще и абсолютное умение Теризлы, выходит Лорд по центральному коридору, да, он сейчас не эволюционирующий, то есть, в принципе, он, ну, сломают максимуми, наверное, Т3 Тавр, ребята, из команды Бурмис Гулс, а, из команды Сиисун, прошу прощения. Да, но Т3 Т3 бы неплохо забрать им, конечно, но у Сиисуна очень хороший состав под любое, под любой эпизод игры, поэтому у них все в порядке. Заходят все, Шэдо прыгает в троих, одновременно отпрыгивает на флике обратно, Лорд бьет в вышку, Бокси Зе Кинг вылезает, вытягивает одного игрока, а вот соперников Шэдо падает, здесь Руби стягивает двоих, забирает Бокси Зе Кинга, МПЗ Кинг тоже в очень плачевной ситуации оказывается, но больше фрагов не получается сделать, то время как Сиисун находит киллы и на Блинксе, и на Шэдо. Ой, sorry, I'm Felix, вынужден здесь еще дальше ретироваться и уходить уже через кусты под Лорд Питом. Ну, в любом случае, Сиисун снесли Тавр на центральном коридоре, да, Т3 вышка потеряна, и теперь у них есть хорошее, такое серьезное преимущество. Давайте, кстати, посмотрим реплей момента, собственно, момента, наверное, на заходе, да, что там вообще произошло, да, именно так. Ну, здесь, как по мне, долго ломали Тавр все-таки, да, потому что Тавр неплохо набил, вот хорошая стяжка вроде от Тигрилы идет, и вроде дэмэджа много, но они получают вот этот стоянный периодический дэмэдж. То там бьет вышка, то там и ретель что-то стреляет по всем, в общем, не стоит им так драться. Не стоит, да, и очень важно, чтобы Стрелок сохранял свою жизнь, потому что у Сиисуна ситуация хорошая, им некуда спешить особо, у них все достаточно комфортно, но если закончить побыстрее, это будет им только в плюс. Вот Стрелка могут в любой момент сыграть, и если он будет ошибаться, как в предыдущем эпизоде, вот как раз на этой башне, то могут и кампактнуть Бурмиза. Ну да, так-то Сиисуны сейчас, ну, преимущество хорошее имеют, но при этом у Ретель все не так уж и плохо. Шэдоу, ужасный врыв от Шэдоу, Шэдоу погибает без шансов. При этом очень больно, кстати, Чонгу, но Чонг живет, а тут есть там по бокси-де-кинг, бокси-де-кинг улетает на свои способности, и все нормально. Выжили ребята из Сиисун, сделали килл, чуть-чуть отошли, сейчас подрегенятся, и могут на самом деле вторым темпом попробовать вернуться, потому что еще одна пачка уже тремится по ботлейну. Да, да, Лорода 30 секунд, сейчас умирать бы не хотелось никому, я думаю, но нет, Сиисун не решается, все-таки приняли решение, что если кто-то из них умрет, они могут Лород потерять, а так они его почти гарантированно заберут, потому что если соперника вылезут из-под башен, то Бурмиза будет крайне непросто переиграть оппонентов без защиты, без дополнительного урона чистого, который эти строения наносят. Кусей забирает себе один синий баф, MP the King другой, и, соответственно, под Лорода у них будет два синих бафа, скажем так, на команду. Никон начинает уже выводить этот баф, меч охотника на демонов, кстати, появился у Иритель. Хорошее вложение, которое наверняка оправдает себя в плане урона, но здесь от Кусея, вот смотрим за Кусеем в большинстве файтов, потому что он становится первой целью, очень близко подходит Сиисун, явно они не хотят не Лорда забирать, а в игроков сыграть, как только тебе покажется. Да, Энвис появляется, ох, как великолепно Иритель играет, в Шедоу по-троим играет одновременно, но зачем? Его тут же забирают в ответ, MP the King добивает соперника ультой. Очень мало ХП у Лорда, посмотрите, сейчас Ника заходит под Лорда, у Феликса очень мало хитпоинтов, забирает игрока команды Бурмизов, но он не сможет засмайтить Лорда, и это Лорд для Сиисун, однако можно и Блинкса здесь подзабрать. Феликс впрыгивает на Чонге сразу же со всей своей комбинацией и делает еще один килл. Минус три, плюс Лорда Сиисун неудержимы, невозможно их пока остановить. Да, и они уже идут по центру, толкают еще один пак минионов. Феликс, конечно, как он там выжил, его расстреливала Иритель до самого конца, но при этом посмотрите, как страдает Иритель буквально от одного мячика Бруна. И все пачки срезаются на всех линиях, топ горит очень сильно, топ забирает Кусей спокойно, подождут Лорда, ребята, подождут паков, которые тоже, кстати, по топу идут, без смерти появляются у Феликса, и начинают просто дамажить соперников, да, просто пытаться их немного отводить, пока Лорд подойдет, чтобы они были где-то возле своей базы, возле Регена. Полетел у нас Феликс вперед, не ИКО, подцепили его, кстати, неплохо, МПТ Кинг также врывается сюда, же Т3 вышка на бот линии, тем временем горит очень сильно, вывозит Бокси и Дкинг своих соперников, Ра прыгает в него, Шаду, кстати, неплохо, но ура, Ультимейт, почему-то Иритель непонятно, почему он нажимает за воротку, живет до конца, Бокси и Дкинг падает, первый раз, неплохо, МПТ Кинг забирает Блинк Крикс, у Трона нет, ХП абсолютно, но Лорд его бьет до самого конца, да, и это гудгейм, дорогие друзья, первая карта для Сиюсун. Слушай, Трон просто, Лорд соло почти уничтожит, 95% нанес ему, и потом уже оставалось только делом техники подойти и ударить, повезло, честно говоря, немножко Сиюсун, потому что Лорд не так часто фокусируется только на строение, сейчас он крипов бьет, игроков там, переключает, да, здесь прям сделал свою работу на все 100. Легонькая прям игра, мне показалось, прошла прям полностью по правилам коллектива Сиюсун, да, и драфты хорошо прям по оппоненту сыграли, явно на порядок лучше, и в самой игре реализация также не хромала, без вопросов, мы говорили почти с рекордными, если не с рекордными цифрами фарма на протяжении первых на минуты игры шел этот коллектив. Ну и когда ты видишь 4000 перефарма на четвертой минуте, ты такой, кажется, я знаю, что будет дальше. Ну были ошибки, безусловно, от Сиюсун и его бурмизы могут на своем уровне, если на реальном отыграть, они вполне могут эту серию перевернуть. Конечно, количество работы, которое Тигрил сделало, просто невероятное. Вначале дважды отвести крипа, и как так, вот объясните мне, каким образом бурмизы ничего не пытались даже сделать против этого Тигрила. Вот не проработали, не протренировали этот момент. Вопрос еще со стадии драфта, когда я говорю, ну очевидно, будут банить Тигрила, именно Бурмиз Гулс, но они банят Матильду на последний бан, против которой они так не любят играть, и по которой они как раз-таки банят ее в 100% случаев. И здесь Матильда бы на самом деле так много работы бы не смогла физически выполнить, и Ангела бы так не боялась вот этого Тигрила, который бы отсутствовал. Вот смотрите, MVP у нас становится именно Мартис, MPTheKing, но я согласен с тобой, Петь, я выделяю прям жестко Тигрила в этой игре, то есть насколько много импакта вначале он внес вот этими двумя вывозами. То есть когда Фредерин был первого левела, Мартис был уже третьего, уже вазон забрал, уже шел на двойного крипа, и у него было все идеально. Ну то есть, а Мартис, точнее Фредерин, с этим ничего сделать даже и не мог, поэтому MPTheKing, да, безусловно, он хорошо реализовал то стартовое преимущество, которое подарили ему тиммейты, и вот здесь как же он вообще жил-то, как лев, как тигр просто жил, и почти даже ультимативно успел выдать. Ну и понятно, что по обжективам и по кнопкам работал прекрасный лесник команды CSUN, но я все-таки, я бы дал боксиды, вот честно. Ну я бы вообще отдавал Лорду MVP здесь, потому что этот парень сыграл как идеальный тиммейт. Он пошел, сделал свою работу, прошел по линии и просто в трон, и все, и без разницы. Как и что, как в соло-учереди, знаешь, иногда бывает Мия какая-нибудь, вот она стоит и всю игру на своей линии. Только отвлекли Сифева, она взяла и спушила трон. Вот Лорд еще лучше сыграл, потому что он не был пятым игроком, он был шестым. Большое уважение таким Лорду. Там чатик определенной теории выдвигал, что MP The King это Диксон. Но нет, ребята, тут все раскрыто, это все-таки лан часть турнира, и мы можем наблюдать игрока, который отыгрывает на Мартис. И правда, если я без шуток, очень хороший отыгрыш, абсолютно минимальное количество ошибок. Опять же, можно было, да, на развороте опять же ловить, но как будто не с таким драфтом. Очень тяжело здесь было что-то выдать. То есть малое количество магического дэмэджа, не особо большое количество физического, за счет того, что, ну, понятное дело, что Фредрин, да, у нас такой более танковый персонаж. А Ритель здесь даже раскрыться нормально не успел, и игра закончилась буквально за какие-то считанные 15 минут. Да, хорошо, хорошо отыграли Сиэсон тогда, когда нужно было, но моменты, вот как момента восподарить камбэк были, были готовы. Они были отдавать бурнизам еще более долгую игру. Посмотрим, плюс 12 тысяч, стороны Сиэсон показывает нам эмблема очищения от бурнизов только на Рителя, справа очищения только на Бруно, который подставился один раз, но все остальное время он играл очень надежно. Он отпрыгивал, вот когда внизу Тризлов прыгнул, да, в последнем файте, Кусей прекрасно сумел среагировать на это, отпрыгнуть, и таким образом не оказался под ударом, сохранил очищение, и потом уже забрали трон. Да, Эмпида Кинг вместе с Кусейм свою работу точно выполнили. Смотрим на, собственно, итомизацию, да, ну здесь как-то вот и выделять даже ничего особо нечего, ну, то есть нечего особо. В принципе, все по стандарту, по сборочке, да, да и у Бурмис Глупса вроде как каких-то прям огрехов я не наблюдаю, наверное. Ну, единственное, что вот меч охотник на демонов у Иритель, ну, вроде как нормальный предмет, да, опять же, но как будто бы не хватало вот этого вот демеджа, может быть, даже клинок отчаяния стал попробовать зарашить, да, чтобы, ну, хоть как-то был демедж именно в файте. Возможно. Против такого голдлайнера почти нереально. Мне понравилось, что Мартис зарашил тем, что он понял, что доминация идет огромная за ним и дотаривает еще и клинок отчаяния к себе в предметы, чем самым увеличил количество урона по оппоненту. Ой-ой-ой-ой. Ну, кстати... 76 тысяч стич, так и что я могу еще купить?